Спасибо за рассказ. Вопрос вам как к специалисту технологического характера. Пожалуйста. Очень интересно, в вашем мнении. Мы из истории приблизительно знаем, что, как слово говорили, 30 назад, лет 40 назад, ходила даже такая шутка, если брать семьи официальные и государственные, что в известнях нет правды, правда нет известий. И соответствующее отношение общества к госпропаганде недоверчивое. Сейчас вы совершенно справедливо говорите о том, что телевидение управляет, допустим, да. Возникает вопрос, вы как специалист, в чем видите вот этот нюанс, когда произошло это изменение, когда граждане, население стало доверять той информации. Да, ведь недостаточную информацию агрессивно транслировать, даже так. Необходимым условием является доверие к этой информации. Даже если у меня один источник, я ему, условно говоря, не верю, да, этот источник работать не будет. Так вот, что произошло и когда, на ваш взгляд, когда отношение большинства граждан к официально транслируемой информации изменилось с недоверия на фатальное доверие? Ну, вообще, это, конечно, очень сложный у вас вопрос, и он действительно требует большого исследования. Но если говорить глобально, не касаясь темы Украины, ну, это, безусловно, во времена прихода к власти Владимира Путина, да, потому что ситуация со СМИ ужесточилась. Но если говорить совсем, сужая рамки, все-таки еще даже уже при Путине, там, начиная с 99-го, 2000-го года, еще было другое НТВ, которое все-таки там до Норд-Оста вообще работало замечательно. И даже до последних лет вот была все-таки возможность федерального телевидения какую-то другую точку зрения давать. И этим летом закрыли вот программу РЕН-ТВ, Марьяна Максимовская, неделя. Я на всех своих выступлениях говорила, все-таки РЕН-ТВ это вообще национальный телеканал. Там Дождь, про который мы иногда говорим, это все-таки очень маленькая сеть распространения, тут не надо, в общем, увольщаться. РЕН-ТВ смотрели все-таки миллионы людей, пусть не так, как Первый или там Россия-1, или РЕН-ТВ, но тем не менее. И у Максимовской была всегда вторая точка зрения, да. То есть я могла говорить, что это не безнадежно. Сейчас я уже так сказать не могу, потому что безнадежно. Но вот, наверное, года три назад это все еще более ухудшилось, потому что контроль стал тотальным. В ситуации с Украиной, понимаете, но ведь они же профессионалы работают там. Они показывали, конечно, очень яркую картинку. Безусловно, мы понимаем, что там борьбежки сами не возникали, люди не гибли. Это все чудовищно и ужасающе действует на зрителей. И думать о том, чтобы показать вообще, а почему это, каким образом финансируются, откуда оружие, кто эти самые ополченцы, поддерживают ли эти несчастные люди, сидящие в подвалах. Есть ли им дело до этих ополченцев, или им бы только дело до того, чтобы у них была еда, мир и никто никого не стрелял. Это же никто не спрашивает, это же никто, люди не сделают такой вопрос и показывают только одну точку зрения. И поэтому формируется вот такой вот, ну, просто нет другого, другой точки зрения. И видя вот эту картинку, этот текст, собственно, формируется доверие государственных СМИ. Ну и, конечно, те проценты, которые люди на выборах отдают, там, Единой России и Путину, они, в общем, выражаются и вот в этой ситуации. Но это была очень благодатная почва. Крым, Украина, очень важные, повторюсь, близкие понятия для большинства тех, кто живет в России. И, скажем так, и политических-то не было уже практически никаких других людей в эфире, точек зрения. Там оппозиции представлены как маргиналы, марш мира проплачивают американцы, продукты у нас, только у нас хорошие, в Европе эти все сыры чудовищные. Ну и вот таким образом формируется история. Я куда ни приду к своим знакомым, сколько людей на этой почве переругалось, сколько коллег переругалось. И вот эти полгода последние, ну чуть больше даже, я считаю, что, конечно, они были самыми драматичными за последнее время. А формируются ровно из-за того, что все-таки нет альтернативного источника информации. Это очень важный фактор. Нет другого, ты смотришь одно, и ты невольно, ты проникаешься этой точки зрения. Я много лет, вот еще до того, как учитать коммерсант, потому что он сейчас другой, читала тут газету коммерсантом. И мне было достаточно там одного-двух выпусков новостей на каком-то канале или там еще что-то. А у меня все это отбирали, 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 и у меня практически нету альтернативной информации. Но я знаю механизмы, как строится верстка, как манипулируется общественное сознание, и поэтому я не могу доверять тому, что показывают. Я как минимум задам вопрос, а как-то на высоте 10 тысяч метров как-то парашютисты могут спуститься. Но это от каждого человека, наверное, зависит. Не знаю, насколько я смогла на ваш вопрос ответить, но примерно так. Еще вопрос есть?